Всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодняшнее видео хочу начать с, даже не знаю, анекдота или что это. Человек спрашивает, сколько нужно вложить в криптовалюту, чтобы через год у меня был миллион? И эксперты ему отвечают, ну, 2 миллиона, наверное, будет достаточно. Так что да, давайте все-таки не забывать о том, что на этом рынке, конечно, большинство людей теряют. И в основном те, кто теряют, это новички и хмячки, и завсегдатые лудоманы, которым место, конечно, не на рынке, а в букмекерских конторах. Все вот эти X-10 плечи и прочее. Слушайте, я начитался в чатах такого вообще, что там всех ликвиднуло. Это значит что? Что ракета на самом деле заправлена и есть куда лететь дальше, по аналогии с предыдущими циклами. Но на самом деле мы все время с вами тут топим то за ту за мун, то за ту за дно. Но забываем про третий вариант, это вариант накопления. И это тоже сейчас вполне вероятный вариант на самом деле, что мы начнем сейчас ходить вот в этом рейнже 30-40, 30-50 и потом только выстрелим. Так что на самом деле сейчас могут не дать заработать никому, ну, кроме скальперов. Если мы вот так вот упремся сейчас в диапазон, то лонгисты будут сидеть в просадке, шартисты будут сидеть в просадке, будут выбивать всем стопы и потом только ту за мун. Как вариант на самом деле. Но я склоняюсь больше, что да, либо вот к такому варианту, либо сразу к ту за муну, чем к падению. Потому что, объясню. Смотрите, во-первых, очень бычьи новости сейчас. Во-первых, Илон Маск, наш любимый, всеми любимый, да, и ненавистный одновременно, договорился таки с майнерами, обсудил перспективы зеленой добычи биткоина. И североамериканские майнинговые компании сформируют совет по добыче биткоина. Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Майкл Сейлор тут как тут. Короче говоря, рынок уверенно восстановился. И на самом деле это еще раз, опять же, наводит на мысль о консолидации. Потому что сейчас, смотрите, если мы приблизимся, то вроде как все начали уже туземунить. Отскок пошел, да? Все ждут больше отскок. Он, конечно, скорее всего будет. Но потом, когда все окончательно затуземунят вот здесь, если все окончательно затуземунят хомяки, то нас могут начать сливать еще вот так вот. Если хомяки выйдут здесь, зафиксят прибыль, то, конечно же, нас повезут еще выше. Поэтому я склоняюсь вот к этим двум вариантам. Но что примечательно, что альткоины на самом деле достаточно зеленые. Довольно зеленые. И даже зеленее битка. Потому что если мы посмотрим с вами на Total, общая капитализация крипторынка, то она отбилась гораздо увереннее от недельной MA Ribbon, посмотрите, чем сам биток. И капитализация альткоина в Total 2, она вообще, посмотрите, как туземунит. Она еще даже не скорректировалась сюда. То есть, возможно, на самом деле, вариант ее коррекции перед продолжением туземуна. Но возможно также, что она, как в бычьем рынке, потрогала только самую первую струнку и полетела дальше. Понимаете? Басовую струнку потрогала. И вообще, эта сетка MA Ribbon на самом деле напоминает нотный стан. Можно нарисовать скрипичный ключ и погнали. Но это другая тема. Это криптосимфония. Об этом потом. Это я спойлер сейчас закину. Вот. Суть не в этом. Суть в другом. Что альты туземунит сильнее, чем биток. И я что-то даже не понимаю, как такое может быть. Давайте взглянем на доминацию. Доминация... А, ну доминация падает. Все правильно. Вроде как тут вырисовывался отскок по доминации BTC. Да, вот этот отскок, собственно, был. И как я вам и говорил, что я в этот отскок не верю. Посмотрите, что происходит. Мы можем сейчас, конечно, еще пожаться, здесь помяться. Но в целом я верю в то, что доминация пойдет сейчас еще лаи выбивать более серьезные. Потому что наши любимые монетки все еще находятся на очень-очень вкусных ценах. Тот же Dash BTC, посмотрите. Dash BTC находится в аптренде. И повышающиеся минимумы, даже с учетом этого сквиза и дампа. Соответственно, я добираю Dash BTC по полной. Вчера хотел по 500 тысяч сатоши добрать. Сегодня уже по 530-540 добираю. Вот ведерки расставил. Вот можно прям хоть по рынку на самом деле добирать. Смело Dash BTC. Не финансовый совет, дисклеймер, ребята. Dash BTC, да, как бы только на Binance пока можно добирать, если вы в кросс-марджи не торгуете. Если на споте, можно на Poloniex. Ну, можно на всяких там битфиниках, на других биржах, на Currency, по-моему, писали. Но, ребят, я на самом деле на Currency не торгую. Я надеюсь, вы понимаете, что блоки с Currency – это была реклама. И реклама видно сразу, потому что все биржи, на которых я торгую сам, они в описании под каждым видео. Вот они здесь. Поэтому, если вы видите иногда рекламный блок, вы как бы не обессудьте. Тоже поймите, что гринни надо на что-то Dash покупать. Вот основное. Вот это все – это не реклама. Это то, чем я пользуюсь сам. Замечательные 5 бирж. Как бы я пользовался еще кое-каким количеством бирж, но там BitMix перестал и так далее. Поэтому вот эти рекомендую сам. И все сервисы, которые вы найдете в ссылках, тоже все рекомендую сам. Также вот на Toplink CC Crypto Commons, если вы нажмете, здесь все-все-все ссылочки. Биржи, обменники, кошелечки, даже краны. С бесплатными монетами. Вот. Потом что еще? Илон, новость бычая. Но на самом деле очень бычая новость еще. Ну, это такая румор пока, слухи. Что PayPal позволит своим клиентам выводить биткоины и другие криптовалюты. Вы же помните, наверное, что PayPal добавили возможность покупки крипты еще летом, по-моему, прошлого года. Или в начале осени. Ну, в конце лета, в начале осени. Но были спекуляции, что вот, у них нет вывода, это все фигня, они воздух продают, а никакую не крипту. Но теперь они сказали, что все, дадут возможность выводить. И также, наверное, вы помните, что они кроме биткоина еще поддерживают Bitcoin Cash, Litecoin. И напомните мне, какую монету еще. Ripple, по-моему. Вот. Dash, по-моему, они еще не поддерживают. Но по Dash тоже есть замечательная новость. Dash Pay. Наконец-то запустили тест.net. Кошелек Dash Pay. Это тот самый кошелек, который с технологией FastPass, если вы смотрели наш видос про Dash, с адресной книгой. То есть вы можете прям из своих контактов отправлять крипту. Но он пока только для Google Play, то есть для андроидов. И только в тестнете. То есть это не Mainnet, не главная сеть Dash. Вы можете скачать, попробовать с ним поиграться и с крану этих бесплатных тестовых монет Dash себе насобирать. Просто покидать транзакции, посмотреть, как проходит. Но тем не менее, это хорошая новость. Это значит, что они на пути к Mainnet, и нас скоро ждет To The Moon. Вот. Также Apple ищут менеджера с опытом работы в криптовалютах. То есть, по слухам, опять же, Apple... Вот Apple Coin кто-то пишет. Ну, по слухам, они хотят в Apple Pay, видимо, добавить возможность оплаты крипты. Вот. Ну и Goldman Sachs'овский этот отчет тоже, конечно, который... Год назад они говорили, что крипта это не класс активов, что это скам. Сейчас они уже говорят, что это класс активов. И никакой не скам. В общем, как обычно, черти что, на рынке происходит инфо-вбросы. Внизу вам говорят, что это скамы, надо продавать. Наверху вам говорят, что это будущее, надо покупать. Поэтому не забудьте, у нас есть еще второй канал, CryptoCommons 2.0. Там переводы зарубежной аналитики. Сегодня вышло прекрасное видео Кевина Свенсона. Сёрфи перевел. Как раз про этот отчет Goldman Sachs подробнее. Посмотрите его. И Исаак Миллер. Тот чувак, который по 100 долларов еще пампил биткоин 8 лет назад. В общем, прикольные новые видосы. Гляньте, если вы не видели. Вот. Ну а у меня что? Крошесносные иксы потихонечку идут. Вот. На Bybit тоже много новых фишек. Скоро займусь новым обзором по бирже Bybit. Очень люблю эту биржу. Именно для трейдинга. Для тех, кто любит поторговать фьючами в инверсной марже. Эфир Ripple Long набран. Часть уже разгрузил. На всякий случай. На случай пролива. Но большую часть держу. Ну здесь такие небольшие позиции. Но тем не менее приятные. Такие крошесносненькие. Достаточно крошесносные иксы все равно. Вот. Основная часть позиций, конечно, набрана на Binance по дашу, по ETC-шке и по всяким альтам. Ждем с нетерпением, когда Bybit и Femix добавят дашу. Можно будет торговать здесь. На Femix тоже у меня вот все то же, что было набрано. Держу. Биток, золото и лайткоин. Лайткоин, конечно, за час тогда, когда я купил его прямо на самой просадке, лайткоин за час принес больше в два раза, чем золото за месяц. Но тем не менее золото это хороший хедж от волатильности крипты. Так что держу. На полониксе тоже вышел в плюс наконец-то. Вот здесь вот по общему PNL из этих трех поз. Но вот эти пока в минусе. Альты к битку лангую. И, кстати, точно, как я вам и говорил, посмотрите. Альты все зеленые, а джкоин красный к битку. Это что нам говорит, что джкоин глобальный шорт к битку. И я думаю, я буду его еще шортить дальше. Вот. Ну и ничего не поменялось. По плану все. Даш идет на примерно 5x к биткоину. Причем очень-очень скоро, скорее всего. Если вы отдалитесь и посмотрите глобальную картину. Саш очень сильно перепродан к биткоину. И он пойдет как минимум до этих значений. 2,5 миллиона сатоши. А это 5x к биткоину отсюда. Не финансовый совет, дисклеймер. Ребята. Еще раз хочу сказать. Обязательно менеджерите свой риск. Терпение вам. Потому что всех, кого выносят вот здесь. Вы можете себе представить, что вот здесь людей выносят? Посмотрите на глобальную картину. Вот здесь реально люди теряют деньги и их ликвидируют. Хотя мы еще даже движение не начали. Поэтому всем вам желаю менеджерить свои риски. Вы все взрослые ребята. Даже те, кому еще нет 18-ти, кто меня смотрит. Отдаляйтесь почаще. Смотрите на более старший таймфрейм. Потому что там внутри дня происходит, конечно, нечисть. Если мы сейчас на минутке переключимся, здесь происходит черти что. Если вы будете пытаться угадать все вот эти движения, вас вынесет 30 раз. Вот здесь люди зашортили, их стопануло. Здесь они лонганули, их стопануло. Понимаете? Не надо этим заниматься. Отдалитесь на недельку. И спокойно увидите, что здесь надо тарить лонги и спокойно сидеть в ракете. Все. Не финансовый сайт дисклеймер. С вами был Гринни. Как всегда, с вас подписки, лайки, с нас контент. И всем профита. До следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok